Всем привет! В этом видео я покажу, как своими руками сделать крутой декор ко дню рождения. Первым делом давайте нарежем все необходимые детали. Я это сделала с помощью плоттера, но это можно сделать и вручную. Для этого распечатайте все детали, вырежьте их и используйте как шаблон. Все макеты для плоттера и ручной резки можно скачать бесплатно. Итак, нам понадобятся такие детали как буквы из глиттерной бумаги, подложки под буквы из плотной белой бумаги, флажки с отверстиями из скраб-бумаги, белые подложки под флажки, также нам понадобятся клеи, двусторонний спиненный скотч, глиттерная золотая краска, белая лента, кисть и ножницы. Первым делом необходимо склеить две части букв между собой с помощью клея. Я использую универсальный клиент Фабрики Декору. Вот, что у меня получилось. Далее, с обратной стороны букв я приклеиваю спиннинг в двусторонний скотч для придания объема нашей кирлянде. Теперь можно приступить к флажкам. Я заранее на обратной стороне подписала, в какой последовательности они будут находиться, для того, чтобы расцветки не повторялись. К каждому флажку с обратной стороны я приклеиваю пять отрезов спиннингом скотча. Когда все флажки готовы, к ним можно приклеить букву. Для удобства я ориентируюсь на линейку. КОНЕЦ Теперь можно задекорировать подложки. Я просто хаотично наношу глитерную золотую краску на короя по всему периметру, чтобы придать кирлянде более завершенный вид и она смотрелась снарядно. КОНЕЦ Глитерная краска достаточно быстро сохнет и уже через 10 минут мы можем приклеить флажки к подложкам. На этом этапе нужно оставить один кусочек двустороннего скотча с защитной пленкой. К нему мы потом приклеим ленту. КОНЕЦ Гирлянда почти готова. Осталось только вдеть ленту. КОНЕЦ В конце можно снять пленку со скотча и приклеить ленту. КОНЕЦ Вот такой яркий праздничный декор ко дню рождения у меня получился. КОНЕЦ Всем спасибо за просмотр! С вами была Виолетта. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ